Всем привет, меня зовут Вадим. Привет, меня зовут Дима, и мы разрабатываем в Яндексе продукт клавиатура. Не знаю, кто-либо знаком с ним уже или нет. И сегодня, на самом деле, тема нашего доклада — это рассказать вам о том, что происходит в системе в целом, когда пользователь вводит текст в любой точке вашего приложения, через этот текст. И в целом, наверное, вытащить то, что скрыто в гуще документации Android, как написать свою клавиатуру. И какие особенности и подводные камни вас встретят на этом пути, если захотите. Наш доклад будет состоять из нескольких частей. Сначала мы расскажем вам, как сделать самый простой прототип клавиатуры, вот абсолютный минимум для того, чтобы это работало и можно было вводить текст. Далее погрузимся в то, как происходит коммуникация вашего приложения через систему, через системный сервис Input Manager с, собственно, новым приложением клавиатуры, которое напишем. И дальше расскажем, что еще можно добавить в клавиатуру, чем мы ограничены, какие особенности и нюансы есть в разработке. Ну, я думаю, что клавиатуру каждый видел и понимает, что на самом деле в Android это обычное приложение, которое можно заменить на другое. В Play Market можно найти и не только различные альтернативы. Вы можете заменить клавиатуру, и она будет вашим помощником во всех, собственно, случаях, когда вам нужно ввести текст. В основном, конечно, это же мессенджеры. И, наверное, задача клавиатуры – помочь вам это делать как можно быстрее. Поэтому можно наблюдать подсказки и различные дополнительные функциональности, которые вам поможут с вводом. Но стоит знать, что в Android клавиатура – это необычное приложение. Скажем так, оно работает по специфичным правилам, и система дает чуть больше, и есть некоторые особенности работы именно приложения. То есть, как минимум, клавиатура должна быть постоянно в фоне, постоянно работать для того, чтобы, когда вы переключаетесь между приложениями, она как можно быстрее стартовала и дала вам, как пользователю, возможность вводить текст. И поэтому система, как минимум, постоянно старается держать ее активной, и чтобы она всегда была готова. Но при этом нужно понимать, что весь пользовательский ввод будет идти через ваше приложение, а это означает ввод паролей, приватные вкладки в браузере, банковские приложения и так далее. Поэтому, на самом деле, здесь нужно быть ответственным разработчиком, наверное, или компанией, поскольку можно легко написать какой-нибудь малвар, который будет собирать пользовательские данные или что-то вроде того, но, тем не менее, опять же, в Play Market, конечно же, вы такое не зальете. Но, тем не менее, подход должен быть разумным, и нужно понимать, что вы в ответственности за то, что пользователь вводит, и все, что проходит через ваше приложение. Что ж, начнем. Начнем мы с того, что напишем самую простую клавиатуру, которая должна появиться в системных настройках. Первое, что произойдет после того, как пользователь установит ваше приложение, он сможет из системных настроек в настройках экрана и клавиатуры включить вашу клавиатуру и дальше ее выбрать как ту, которая будет использоваться для ввода по умолчанию. На самом деле, для этого делать много не нужно. Нам нужно написать свой input-метод-сервис. Да, при этом этот сервис, он не совсем обычный. Система для него будет применять всегда, даже на самых свежих андроидах, рестрикшены в виде foreground сервиса. То есть, можно сказать, что ваш сервис всегда foreground. И поэтому никаких не нужно особых усилий для того, чтобы как-то обрабатывать dose-мод или что-то вроде того. Ничего этого для клавиатуры не применяется, поскольку, опять же, как я и говорил, система считает этот сервис особенным, и поэтому он всегда должен быть доступен и не умирать. Да. И первым делом, да, все, что нам нужно, это унаследовать отдельный сервис, input-метод-сервис. Он доступен прямо вот в пакете Android App, и при этом у него есть еще свой life cycle. Мы про это поговорим уже в детальной части, но life cycle этого сервиса — это не life cycle обычного сервиса и совершенно не похож на life cycle активителя фрагментов. Вот, это еще один сложный компонент. Но на самом деле первое, да, что и основное, самое важное, что здесь нам нужно сделать, это вернуть view, которое будет и представлять то, через что пользователь вводит данные. Далее, после того, как мы унаследовали этот класс, нам нужно его зарегистрировать в манифесте, опять же, с некоторыми правилами. Первым делом нам нужно объявить permission для того, чтобы клиентские приложения могли подключаться к нашему сервису и работать с ним как к системным. То есть, на самом деле, когда пользователь выберет наш сервис как сервис для ввода по умолчанию, контекст getSystemServiceMethod в приложении будет возвращать конкретно наш сервис. И intent-фильтром мы, собственно, объявляем то, чтобы этот сервис появился у нас в настройках. И последняя здесь загадка — это метаданные, да, блок. Здесь нам нужно указать так называемые сабтипы нашего сервиса ввода. Что это такое? Изначально концепция в Андроиде была такая, что сабтип — это локаль. Выглядит это так. Возможно, вот вы видели диалог выбора языка, и в диалоге сразу можно выбрать либо язык, либо метод ввода. Вот то, что появляется в этом диалоге, и есть сабтипы. На среднем скриншоте. Но когда у вас установлено условно несколько клавиатур, и в каждой клавиатуре будет выбрано по три языка, то этот диалог превращается в что-то несуразное. И на самом деле сейчас рекомендованный подход даже в документации — это зарегистрировать только один сабтип с именем приложения. На самом деле так делают практически все, кроме АОСП-клавиатуры, которая в исходниках Андроида можно найти, и джибарда, как производная из нее. Но тем не менее, как минимум один сабтип у нас должен быть. Сабтип объявляется в XML по определенным правилам и ложится в ресурсы с XML. Здесь нам нужно описать, собственно, какая локаль у сабтипа, название и выставить определенные флаги. То есть, к примеру, из ASCII-capable — это предоставляет ли данный сабтип возможность вводить базовые ASCII-символы. И система по этому флагу понимает, можно ли использовать этот сабтип для ввода паролей. То есть, к примеру, если этот флаг не выставить, то есть у нас, к примеру, русская раскладка исключительно, и нельзя переключиться в ASCII, то система просто не предложит ее как ту, которую можно вводить в пароле. Да, отлично. У нас есть сервис, у нас есть настройки, у нас есть сабтип. Осталось сделать, собственно, основное UI, которое будет пользователь видеть и через которое будет вводить данные. На самом деле, что здесь важно понимать, то что мы никак не ограничены. Весь наш UI возвращается просто как view. И абсолютно не важно, что вы там можете вернуть, ограничены лишь вашей фантазией. Но на самом деле, поскольку мы делаем прототип, посмотрим, как это было, наверное, во времена Android 2.3. Сейчас все это задепрекричено, но тем не менее, даже на свежих Android очень быстро можно сделать свою клавиатуру, разметив по, опять же, определенным правилам документации в XML, начиная с тека кейборд и то, как должна выглядеть ваша клавиатура, документация, если что, это находится в описании кейборд view. Это наследник view, он сейчас задепрекричен, но он как раз отвечает за отрисовку клавиатуры. После того, как мы разметим, какие у нас есть клавиши, мы это можем передать непосредственно кейборд view через XML. И увидим вот такую замечательную клавиатуру из Android 2.3. Вот. Работает даже на 14-м абсолютно так же. Конечно, это неработоспособное приложение пока еще. Мы видим UI, но пока не можем вводить. Но тем не менее, основные кнопки и даже CAPS здесь работают. И осталось последнее. Это обработать наш ввод. Все, что нам нужно, это переопределить OnKeyboard Action Listener и вернуть его в нашем сервисе. Когда нам приходит какая-то клавиша, какой-то кейкод, мы его обрабатываем и через InputConnection отправляем в EditText целевого приложения. То есть то, что ожидает ввода. В самом простом варианте, как здесь, когда нам приходит клавиша, мы просто берем ее символ и отправляем в текст. То есть один tab — это одна клавиша. Но на самом деле это не обязательно. Мы можем передать текст любого размера, любого формата. Так именно работают подсказки. То есть когда пользователь тапает на подсказки, в наше приложение вводится целое слово, ставится пробел дальше автоматически, автоподстановка точки и так далее. То есть здесь никаких ограничений. Можем хоть генерировать через ChatGPT целые поэмы в нашей клавиатуре и передавать это как пользовательский ввод в приложение. Да, но если посмотреть дальше, поскольку мы никак не ограничены в нашей фантазии, приложение клавиатуры может предоставлять любую функциональность. Это может быть голосовой ввод, может быть ввод с вайпом, понятно, смайлики, эмоджи, гифки мы можем тоже отдавать. Ну, конечно, это не совсем текст, но тоже возможно. И при этом, к примеру, многие клавиатуры также предоставляют сервис встроенного переводчика. Вот почему бы и нет. Напечатал текст, перевел и отправил это в целевое приложение. То есть нужно понимать, что клавиатура — это такой комбайн, который на самом деле пользователю может помочь очень быстро решать его задачу напечатать текст или даже исправить его стилистически или же орфографически. Да. Это был не работоспособный пример. На самом деле, как бы текст выводить сможете, но тем не менее. Есть очень еще много нюансов, и о них уже вам расскажет мой коллега Вадим. И чуть детальнее погрузит вас в input-method-сервис, как он работает, какой у него жизненный цикл, и в целом, да, какие есть подводные камни. Спасибо, Дима. Да, этот раздел называется «Великая эпидемия четверка». Мы рассмотрим здесь четыре таких важных компонента. EditText, InputConnection, сам InputMethodService и InputMethodManager. Их на самом деле больше, таких вот участвующих в этом всем процессе, но чаще всего используют вот эти компоненты, как разработчики приложений, так сказать, обычных, ну, привычных, да, пусть так и разработчики клавиатур кастомных. Вот, начнем с EditText, всем он известен и знаком. Это, условно говоря, стандартное поле ввода, которое уже реализовано разработчиками ОС. Базовый класс является View, дальше идет TextView, и на самом деле EditText — это достаточно лайтовая такая прословечка. Там логики минимальны, а самая основная логика, как ни странно, да, находится в TextView. То есть вся логика редактирования, она находится в TextView. И, собственно, рассмотрим атрибуты, которые, к сожалению, некоторые разработчики либо их совсем избегают, либо неправильно используют, что, собственно, влияет на пользовательский опыт. Вот, первым самым важным атрибутом в EditText является InputType. Данный атрибут позволяет сообщить, намекнуть клавиатуре, что вот это поле ввода поддерживает определенный тип данных, и клавиатура, если она тоже это поддерживает, как бы обработку данного значения, она может подстроить лейаут под какой-то кейс. Например, обычное поле ввода текст, оно однострочное, может быть, без флага дополнительного, который есть специальный флаг, мультилайность задает. Вот, в данном случае мы видим, что клавиатура подстроилась под ввод текста в однострочном режиме с кнопочкой Done вместо Enter, да, то есть как бы не подразумевается ввод мультилайна, мультилайн вот, и открыла обычный лейаут, то есть конкретно который был языку пользователя сохранен, в данном случае русский, он открылся. Также здесь особенность интересная, что клавиатура не капслок, не включает капслок по умолчанию, то есть также не видя атрибут специальный, можно еще раз замечать, как клавиатура себя должна вести в поле ввода, например, капсить слова, предложения, либо вообще каждый символ. Вот, это тоже можно задать, например, во всех мессенджерах для удобства задается капс-предложение, то есть новое предложение будет начинаться с закладной буквы. Дальше тут мы размечаем, если размечаем как фон поле ввода, то в данном случае клавиатура понимает, что мы хотим в первую очередь какие-то цифры вводить и какие-то дополнительные символы для телефонных номеров и также может подстроиться под этот кейс. И третий вариант интересный, когда мы, например, песс-форд размечаем, то, к примеру, если клавиатура в целом адаптирована для удобства пользования, она может сразу предложить раскладку латинскую, английскую, в данном случае, потому что чаще всего пароль вводят с помощью таких символов. Но пользователю все равно можно переключить на какой-то собственный язык, может кто-то там на русском языке может вводить. И вместо suggest она показывает здесь, например, какие-то дополнительные символы, которые там цифры, можно еще, например, предложить какие-то базовые ASCII символы для ввода паролей. И, конечно же, например, в этом случае можно отключать разнообразные способы ввода, например, свайп и прочие, которые непригодны для ввода паролей. Вторым важным атрибутом является IMEA Options. Также он влияет на клавиатуру в плане визуальном. Это какой-то экшен отображается на кнопке, Enter, по умолчанию которой. Но на самом деле, наверное, многие замечали, что клавиатура может не только Enter отображать, а, например, поддерживать какие-то другие экшены, как визуально, так и как-то логически тоже обрабатывать это. На этих скриншотах мы можем наблюдать как раз Action Done, который подтверждает какое-то действие, и закрывает клавиатуру чаще всего. Потом Send, который, например, может использоваться в мессенджерах для отправки сообщений. И, например, Search, как здесь тоже показан вариант. Например, очень удобен для каких-то поисковых запросов в полях. Также есть у Edit текста, точнее, это большее поведение клавиатуры, но в том числе можно также настраивать через атрибуты у Edit текста полноэкранный режим. Когда клавиатура по умолчанию, допустим, в системе так задана, что в Landscape чаще всего не хватает места, видимого для приложения. И может включиться так называемый полноэкранный режим, когда специальное поле ввода синхронизируется с полем ввода в приложении и помогает пользователю ввести какой-то текст более удобным способом. И не как-то искажая UI, приложение, хост-приложение, в рамках которого оно работает. Здесь как раз мы видим такой пример, что оригинальное поле введите текст, оно в хост-приложении оформлено по-своему, но hint его и весь ввод синхронизируется с специальным полем ввода, которое по умолчанию размечается в специальном лаяуте, которое система, собственно, билдит для клавиатуры. Там контейнер специальный для клавиатуры есть, но еще содержится как раз вот это специальное поле ввода для полноэкранного режима. Настраивается также либо в коде, либо атрибутами, которые, собственно, тоже в код матчатся, по сути. И можно на самом деле запретить этот режим, например, Telegram или другие мессенджеры, они, например, запрещают чаще всего, то есть можно в Landscape видеть UI-апа и пользоваться клавиатурой для ввода текста. Там размер, конечно, уже на усмотрение разработчика остается, этот кейс, чтобы это было вообще юзабельно. Но, тем не менее, можно и отключить этот режим, который по умолчанию включен. Давайте рассмотрим пару методов, которые важны для edit-текста, метод onCreateInputConnection, который, по сути, находится в TextView той же. Он создает тот самый input connection, о котором немножко помимо Владимир. Это такой элемент, который является связующим звеном от клавиатуры до edit-текста. То есть, условно говоря, клавиатура отдает некоторые команды edit-тексту через этот объект. Здесь мы можем видеть пример, который показывает, как сделать собственный input connection кастомный. По умолчанию он в TextView определен уже, за нас все реализовали, но некоторые, например, могут его использовать для каких-то кастомных edit-текстов. Вот, например, разработчики каких-то офисных приложений и чаще всего делают свою реализацию, потому что у них наблюдается более расширенный контент, им надо более как-то там тонко и своеобразно взаимодействовать с контентом. И они могут определить свой input connection, реализовать его и какие-то данные заполнить и отдать клавиатуре. Но уже, как бы-то, там получается вся работа с текстом, выделением и прочим, selection, я имею в виду, уже на плечах разработчиков этого input connection. Вот. Второй достаточно тоже часто используем метод, как раз editor action listener, можно установить как раз на action, который мы определяем для клавиатуры. Например, если это мессенджер какой-то, мы можем разметить action send и подписаться на получение этого экшена. То есть, когда пользователь в клавиатуре жмет, условно, тот самый enter, который уже не совсем enter, клавиатура может перехватить этот экшен, выполнить какое-то действие. Также есть еще возможность задавать собственные экшены. В этом слайде я не рассматривал этот кейс, но вообще некоторые приложения, например, могут, если клавиатура, конечно, поддерживает, потому что это очень много таких вот нюансов есть, когда в документации сказано, что вот есть такая возможность, но как бы все зависит от того, реализовал ли разработчик поддержку. Вот. Например, некоторые приложения могут вообще лейбл передать, экшен, например, там, для переводчика, например, можно было бы перевести, да, передать. То есть там вместо какой-то иконки мы прям увидели бы надпись перевести и какой-то код кастомный, который не матчится с системными экшенами и потом перехватить его, что вот пришел экшен перевести, я переведу текст. Допустим, вот так. Дальше мы переходим непосредственно к input-метод-сервису. Как уже также раньше рассказал Дима, это специальный системный сервис. В андроиде их много различных сервисов. Вот. Один из них — это input-метод-сервис, который является, по сути, изначально обычным сервисом, но есть некоторая логика кастомная у него, забита уже внутрь, плюс расширенный лайф-сайкл. То есть весь лайф-сайкл сервиса поддерживается, в какой-то мере расширен еще дополнительно. Как раз непосредственно часть реализации заложена в абстракт input-метод-сервис и уже остальная часть в input-метод-сервисе. Пробежимся по жизненному циклу. Жизненный цикл, я также рассмотрю самые важные методы жизненного цикла, которые непосредственно используются чаще всего в разработке клавиатуры кастомной, но их намного больше, и описание каждого подробное может занять, наверное, отдельный доклад. Но начнем мы с метода onCreate. Это стандартный сервисный метод. Давайте для удобства, я, конечно, не придумал, как это визуализировать прям красиво, но я буду примерно хинды давать, как это выглядит, если, допустим, мы скачали бы клавиатуру, установили, и активировали ее через какой-то визард. OnCreate, собственно, сервис создается, когда мы его выбираем как активный ввод. Происходит создание сервиса, и под капотом, который, собственно, код, который дефолтный, происходит создание служебных вьюг. То есть, получается, клавиатура инфлейтит вот этот свой каркасик, там типа linear layout, есть вот эти всякие элементы для фуллскрина, плюс контейнер. Вот, она его инфлейтит, инициализирует какие-то там, выставляет атрибуты у окна, настраивает. По сути, там основа — это диалог. То есть, получается, диалоговое окно будет у нас создаваться, которое будет уже, собственно, отображать потом весь наш вьюслой. И, конечно же, здесь можно какому-нибудь DI заинфицизировать, собственный уже, когда перепределим этот сервис, чтобы потом его уже начинать использовать. Дальше, допустим, все, клавиатура активировалась, стала активной, и пользователь, допустим, нажимает на поле ввода. Либо каким-то образом переходит на поле ввода, и когда поле ввода получает фокус, ну, в данном случае, эти тексты, если мы рассматриваем стандартный компонент, у input-метод сервиса срабатывает onStartInput. Что это такое значит? Это значит, что мы должны подготовить какую-то логику к началу ввода, если она необходима, плюс получить информацию из EditorInfo. Как раз EditorInfo, на том слайде, где я рассказывал про атрибуты эти текста, по умолчанию реализация onCreateInputConnection, она как раз заполняет этот объект разными свойствами, которые в том числе мы определяем в XML. Таким образом, этот объект используется для того, чтобы клавиатура могла подстроиться под тип поля ввода, какие-то другие особенности, и свой layout подготовить к этим условиям. Дальше, если мы хотим возвращать view, я надеюсь, все будут этого хотеть, потому что, по сути, по умолчанию заглушка не возвращает view, и клавиатура может view не отображать. Но мы, допустим, будем возвращать view, и срабатывает как раз callback для этого, чтобы мы вернули view. Он креет input view. Мы создаем здесь view клавиатурную, инициализируем какую-то дополнительную view-логику, и клавиатура отображается. Как раз об этом свидетельствует следующий метод life cycle, называется он onStartInputView. Клавиатура отобразилась, мы проинциализировали уже основную view-логику, все, пользователь начинает с ней работать. В этот момент клавиатура, когда показывается, начинает работать с некоторой периодичностью метод обратного вызова onComputeInSets. Достаточно интересный метод, я примерно расскажу. Про него чуть подробнее, чем про остальные. Но, к сожалению, тоже визуализировать не получилось его грамотно. Но примерно на словах постараюсь рассказать. Что он означает? Он означает у нас те подсказки для системы, которые она будет использовать для выделения активной области клавиатуры в рамках хост-приложения. То есть это все тачи, которые будут обрабатываться нашей клавиатурой вместо хост-приложения. Либо, помните, у хост-приложения можно задавать, как оно будет вести себя. Допустим, поджиматься клавиатурой и так далее. Стратегия аджаста условно. И мы как раз можем инсетами на самом деле влиять на вот это поведение. То есть какие-то есть контент, visible, инсеты, touch. То есть, например, мы можем показаться немножечко над приложением, если это требует какой-то UI. Например, у нас есть какие-то вспомогательные UI-элементы для поиска эмодзи в конкретном в индекс-клавиатуре. И мы, допустим, не поджимая уже UI самого приложения, поверх его отображаем. Поисковый такой виджет. Нет, пользователь с ним поработал, свернул. Все, UI не прыгает. Также можно задать регион клавиатуры. И клавиатура может отображаться на самом деле вообще в любом месте над исходным приложением. И тогда можно реализовать так называемый плавающий режим. Вот клавиатуру можно перемещать. Она будет как мини-виджет. И мы должны правильно выставлять инсеты, все эти координаты относительно окна клавиатурного, чтобы не заблокировать доступ к основному приложению. Ну вот. То есть достаточно ответственный метод, который, если вы используете какую-то достаточно кастомную логику, то его надо относительно прям качественно выполнить и заполнить нужными параметрами. По умолчанию же клавиатура показывается в окне, которое по высоте в rap-контент. И просто самая верхняя граница, это по сути ноль, потому что она относительно окна клавиатурного, которое тоже не на весь экран изначально, там, собственно, можно ничего даже не делать, если не планируется какая-то сложная логика UI-ная. Дальше, получается, мы, когда скрываем клавиатуру, вьюх скрывается, вызывается метод onFinishInputView. Здесь мы завершаем какую-то вьюшную логику, которая у нас обрабатывалась для экономии ресурсов, в том числе, и каких-то там, чтобы лишних действий не произвести. Ну и вскрытие происходит в клавиатурной вью, либо есть еще такой кейс, он тоже обрабатывается, когда пользователь условно переключается на несколько других edit-текстов, например, если он заполняет форму. Также весь честный цикл отрабатывается, чтобы дать разработчику понять, что, ну, все, данная сессия уже ввода, она уже не актуальна. И onFinishInput вызывается, когда мы уже теряем фокус. Все, поле ввода нас больше не интересует, мы завершаем сессию ввода и завершаем кумазитус текста. В реализации полночения я про нее расскажу чуть подробнее скоро. Ну, собственно, DeStroy, этот метод, собственно, всем знаком. Вот он, стандартный сервисный. Здесь мы полностью освобождаем ресурсы, выгружаем какие-то данные, любые, все. Есть еще один интересный момент про поддержку физических клавиатур. Можно, собственно, как раз без вьюшной прям логики конкретной поддерживать какой-то input с Bluetooth-клавиатур, проксировать эти кей-венты физически на какую-то текущую раскладку софт-варной клавиатуры. Например, там активный язык русский, мы можем вводить на русском, поддерживать все символы, или на английском, или на каком-то другом. Часто тоже используется пользователями для набора текста. Как бы физическая клавиатура проксируется через софт-варную и ввод попадает в приложение. Input connection как раз тот компонент, который мы рассматривали для связи клавиатуры с полем ввода. Также есть стандартная реализация editable input connection, который создается в TextView. и рассмотрим две важные составляющие, которые на самом деле чаще всего также используются в разработке. Это композиция текста и уже коммитинг на следующем шаге. Композиция текста используется чаще всего для оформления каких-то областей, как визуально, так и логически, чтобы потом закоммитить туда, в эту область, некий произвольный текст. Чаще всего это мы можем подсказки какие-то мониторить, то есть пользователь вводит при, мы композируем это все, потом он выбирает привет, и мы вставляем в этот при, в этот композинг-регион целое слово привет. Как раз здесь показано три основных метода. Это set-composing-регион для разметки области, с которой мы начинаем работать, потом set-composing-текст. Тот текст, который мы закоммитим в эту область, можем его менять периодически, если пользователь выбирает разные варианты. И finish-composing-текст, это мы визуально убираем как бы разметку, что это композинг-регион и завершаем сессию. Чаще всего композинг-регион размечается таким черненьким подчеркиванием в системе по умолчанию. Коммитинг текста и контента как раз прям самая важная наверное функция input connection, да, это мы непосредственно уже отправляем текст в приложение из клавиатуры. Здесь мы как раз рассмотрим тоже быстро два метода. Непосредственно отправка самого текста. Мы можем произвольный текст взять не только один символ, как принято считать, да. Потому что даже некоторые уникодные они состоят. Ну и комбинация символов существует. И конечно же его размер. И commit content чаще всего используется для того, чтобы отправить, например, какой-то стикер. Например, у нас в Яндекс-клавиатуре существует отправка стикера либо гифки. И как раз мы размечаем этот контент, получаем его URI, MIME-type, билдим input content info специальный и можем закоммитить, если приложение поддерживает как раз этот тип контента, можем, например, вот в мессенджер, да, в мессенджер чаще всего они умеют работать с гифками и как бы принимают эти данные. И последний элемент в этой великолепной четверке это input method manager. Input method manager как раз является такой другой стороной input connection, да, то есть чаще всего сейчас он используется для команд от edit текста клавиатуре. То есть по умолчанию как раз в реализации edit текста, когда мы тапаем на него, происходит вызов input method manager show soft input для поднятия клавиатуры. Input method service происходит там разная связь, он реагирует на это и отображается. Дальше он использует input connection, чтобы закоммитить какой-то контент в edit текст активный. Вот. Как раз тоже рассмотрим самые важные экшены, которые можно совершать в процессе разработки с input method manager. В данном случае это отображение клавиатуры, которое позволяет разработчику по кастомому триггеру показать клавиатуру. Потом зарефрешить keyboard state. Если, допустим, мы делаем собственный edit текст и поменяли его тип, да, мы можем клавиатуре сказать обнови-ка состояние. Вот клавиатура, клавиатура стартанет on start input, придет новый edit текст, edit info, и от edit текста, и она, например, может свой layout обновить. И, конечно же, скрытие клавиатуры. Но в map вообще это, кстати, в том числе через insert API от выражения клавиатуры и скрытие тоже можно делать уже. Но, тем не менее, эти методы актуальны, не задепректичены. И получение сведения о методах ввода. Чаще всего эти данные методы используются уже, наверное, разработчиками клавиатур как раз, чтобы в визарде показать, допустим, что наша клавиатура пока не включена. Вот, отображаем кнопку «Пожалуйста, включи», если хочешь пользоваться клавиатурой. В данном случае здесь есть… Это вполне тоже официальные методы. Ничего тут такого приватного API никакого не используется. Здесь input method list возвращает весь список доступных устройств, доступных клавиатур. Enable input, enabled input method list, которые включены пользователем, потому что, собственно, пользователь может установить ее и не включать. И current input method subtype это текущий активный subtype клавиатуры, который используется пользователем уже. И сейчас мой коллега расскажет вам про интересные кейсы из нашего продукта, который мы разрабатываем. Да. На самом деле, надеюсь, вас не утомила обиле технической информации. Сейчас мы немножко переключимся на веселые истории из разработки реальной клавиатуры. Вот. И первая важная вещь, о которой нужно помнить, это такой режим, как Direct Boot. Не знаю, кто из вас с ним сталкивался или нет. Обычно в документации Android можно найти описание, как с ним работать, если вы разрабатываете условно будильник. Почему? Начиная с седьмого Android, когда система включается, она не просит пользовательский пароль на этапе загрузки. То есть система сама грузится, но при этом у приложений нет возможности читать диск. Вот. И поэтому есть особый режим, в рамках которого нужно с этим обходить. Почему это важно для клавиатуры? Для клавиатуры это безумно важно, потому что у пользователя может быть текстовый пароль на устройстве. И случай из практики был, когда клавиатура не умеет в нем работать, условно пытается читать диск, ловит краш, то пользователь никак не сможет разблокировать девайс. Поэтому про него нужно помнить, нужно знать и тестировать вот такой вот специфичный сценарий. Да. Во-вторых, сейчас, наверное, ни одна из современных клавиатур не обрабатывает вот напрямую. То есть то, что пользователь видит, на самом деле это не то, как мы обрабатываем тачи. Вот. На самом деле, да, клавиатура, она динамически меняет размер каждой клавиши под то, то есть мы пытаемся предугадать, какая клавиша будет следующий. Вот. Это тоже часть, опять же, системы подсказок и так далее. То есть чтобы пользователь вводил быстрее, чтобы пользователь не промах... Ну, вернее, считал, что он не промахивается. На самом деле, как бы он может промахиваться, но, скорее всего, он как раз и хотел тапнуть ту клавишу, которую мы пытаемся предугадать. Вот. И на самом деле, да, вот мы после ее внедрения на 15% ускорили скорость пользовательского ввода практически во всех сценариях. Да, но, опять же, нужно помнить, что у нас есть разный формат устройств, да, есть планшеты, есть разные диагонали, разная высота клавиатуры, ее тоже можно настраивать через настройки и так далее, поэтому все это нужно помнить и адаптировать клавиатуру под это. Да, у нас, опять же, есть переводчик, который позволяет, как видите, в клавиатуре появляется прямо отдельный тип поля ввода, куда можно ввести текст, то есть мы, получается, не коммитим текст напрямую в приложение, а его переводим просто к нам внутрь, вот, и дальше, когда пользователь его переведет, нажмет кнопку, уже этот текст попадает в итоговое приложение, вот. И, как говорю же, вы никак не ограничены, то есть ограничены только своей фантазией, что вы хотите сделать с пользовательским текстом, можно любой генеративный вариант придумать. Наверное, на этом все, Вадим. Вот. Мы, конечно же, не покрыли еще большой объем того, что есть, я не знаю, пользовался ли кто-то, ну, разумеется, все пользователи с джебордами или альтернативными продуктами, вот, возможно, нашей клавиатурой, и если еще хотите обсудить, как сделана та или иная вещь, то мы ждем вас на секции вопрос-ответ после встречи. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо вам очень большое.